Своим талантом со зрителями большого гала-концерта охотно делились как уже широко известные белорусские артисты, так и молодые исполнители. Последние, к слову, являются финалистами профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси». Организаторы мероприятия уверены, реализация подобных культурных инициатив способствует популяризации здорового досуга среди населения. Мы сегодня встречаем больших артистов, звезд белорусской эстрады. Сегодня здесь выступят победители финала республиканского конкурса «Новые имена Беларуси». Они прошли три этапа и победили. И мы считаем сегодня уместным, и это очень хороший повод, прекрасный, для того, чтобы мы сегодня поблагодарили, поощрили наших передовиков производства. Чтобы мы сказали, какие у нас в городе есть трудовые династии, наставники, молодые специалисты. Привлечение внимания к трудовым династиям и традициям наставничества – еще одна из задач профсоюзной акции «Мы вместе». В рамках состоявшегося в Бресте мероприятия были отмечены четыре трудовые династии. В активе троих более сотни лет стажа работы в выбранной, единой для всей семьи, сфере деятельности. Каждая из этих династий – настоящая гордость не только родного предприятия, но и всего областного центра. Как лучший пример стабильности и преданности делу. Родители работали, я в армии, получилось, ну, после Суворовска, после армии, 10 лет армия служил, вернулся и тоже устроился на газоаппарат. И так и работаю. Ну, газоаппарат – это прежде всего стабильность, сами понимаете, в наше время. Стабильность, стабильность – это зарплата, это достойная оплата труда. Вот почему и газоаппарат. От добра добра не ищет. Я считаю, что я родилась на почте, потому что у меня и папа, и мама работали там, поэтому и, соответственно, и дочь аналогично точно так же. Все каникулы, все выходные, свободное время все проводилось, время на почте, поэтому как-то и не возникало вопроса, куда идти дальше. Наставничество – важное составляющее успешной деятельности. Вырастить из молодого специалиста, настоящего профессионала, своего дела – задача непростая, но выполнимая. Так считают все пять награжденных в ходе концерта наставников. Признаются, порой бывает нелегко, однако результат, как правило, стоит приложенных усилий. Вклад в образование и воспитание трудового пополнения – важная инвестиция в будущее родного предприятия или организации города и страны. Галина Моисеевна – мой преподаватель, мой наставник, мой товарищ и боевой, и душевный. Мы с ней очень подружились. Большое спасибо руководству, организаторам этого прекрасного праздника. Столько эмоций переполняет хороших. И вообще мы счастливы, что живем в такой стране хорошей, в Беларуси. Спокойной, тихой, все замечательно. И хочется даже вот сказать, такие слова есть красивые. Славим мы свой край любимый, поле, луг, свою зару. Як ти сердцу, сердцу мила, дорогая Беларусь.